Лысая и очень злая морская свинка вот-вот разрушит мир. Можно ли её остановить, если ты пёс, черепаха или даже свинья? Узнаем из обзора на Суперпитомцев. Мультфильм начинается со сцены, знакомой каждому фанату DC Comics. Разрушается Криптон. Родители Супермена сядят малыша в капсулу, чтобы отправить на Землю. Но у супер-малыша уже есть супер-питомец. Это щенок по имени Крипто. Крипто заскакивает в капсулу, чтобы полететь на Землю вместе с хозяином. Проходит много лет. Мальчик с Криптона вырос. Теперь он известен как репортер Кларк Кент и герой Супермен. Но даже самый крутой супергерой обязан выгуливать свою собаку. Крипто будет хозяина. Мы видим, что у них одинаковый набор способностей. Они оба сильные, неуязвимые, умеют летать, имеют рентгеновское зрение и глаза лазеры. Их утренняя прогулка – это головокружительный полет над Метрополисом. Их работа – задерживать преступников и спасать людей. Пес и хозяин вместе навсегда. Но в эту идиллию врывается Лоис Лейн. Лоис – возлюбленная Супермена. Чтобы Крипто не мешал свиданию, его отвлекают игрушкой в виде резинового Бэтмена. Но попробуйте отвлечь собаку, которая умеет летать. А вместо палочки может принести целое дерево. Вот только другие собаки рассказывают Крипто правду. Они объясняют – хозяин с ним не играет. Он просто пытается отделаться от своего питомца. Так всегда происходит, когда твой владелец находит вторую половинку. Крипто в ужасе. Тем временем Лоис и Кларк обсуждают его судьбу. Если Кларк заведет семью и начнет уделять псу меньше времени, тому будет очень одиноко. Пара решает, что пора найти для Крипто друзей. Перемещаемся в приют для животных. Тут обитают гордый и свободолюбивый пес Туз, милая и обожающая супергероев свинка Пиби, пугливая белка Чип и, конечно же, подслеповатая черепаха Мертон. Они уже отчаялись найти хозяев. Теперь Туз мечтает сбежать, забрать друзей и отвезти их на ферму. По его описаниям, ферма выглядит как настоящий рай. Тут-то мы и знакомимся с Лулу. Это облысевшая морская свинка. Она тоже мечтает сбежать из питомника и даже строит для этого какой-то особый девайс. Тем временем Кларк Кент приходит в питомник. Он говорит продавщице, что ищет для своего пса друга. Продавщица сообщает, что у нее есть идеальный вариант. И это... Упс! Вместо Туза она находит только пустую клетку. Тем временем Туз пытается сбежать и сталкивается с Крипто. Псы дерутся. Крипто ведет себя как надменный негодяй. Из-за него Туза ловят и возвращают в клетку. Пока простые звери грустят в питомнике, супер-пес и дальше живет свою супер-жизнь. Злодеи Лекс Лютер и его помощница ловят астероид из оранжевого криптонита. Зеленый криптонит – минерал, который отбирает способности у Супермена. А оранжевый криптонит даст способности самому Лютеру. Но злодейскому плану не суждено совершиться. Прилетают Супермен и Крипто. Чтобы отвлечь их, Лютер швыряет астероид на город. К счастью, Крипто успевает всех спасти. Но злодей ловит Супермена в ловушку. Вот только Кларк не один. У него есть друзья. На выручку Супермену прибывает Лига Справедливости. Аквамен, Киборг, Чудо-женщина, Зеленый Фонарь, Флэш и Бэтмен. Метрополис спасен. Метеорит вышвыривают в космос. Но его кусочек ловит своим чудо-девайсом лысая морская свинка Лулу. У нее на ухе мы видим бирку Лекс Корп. Она была подопытным зверьком Лекса Лютера. Именно из-за него она облысела. Но это не важно. Ведь Лулу очень любит Лекса. Однажды в лабораторию Лютера ворвался Супермен и освободил всех подопытных зверьков. Крипто лично отнес Лулу в питомник, думая, что делает доброе дело. Но на самом деле он разлучил ее с любимым хозяином. Теперь Лулу завладела оранжевым криптонитом. Она получила сверхспособности и намерена отомстить этим надменным супергероям. Напоследок Лулу громит питомник и улетает, забрав с собой только котенка. Начинается пожар. Туз и его друзья в беде. Но тут оказывается, что оранжевый криптонит дал суперсилы не только Лулу. Свинка теперь может уменьшаться или увеличиваться. Туз оказывается неуязвимым. Черепаха обретает суперскорость. Ну а Белка теперь может бить молнией из лапок. Наконец-то они сбегают из приюта. Тем временем Супермен собирается на свидание. Крипто так ревнует, что готов вышвырнуть Лоис Лейн в океан. Но его фантазия так и остается фантазией. Супермен уходит. Увы, за дверью его ждет совсем невозлюбленная. Там оказывается суперзлодейка Лулу. Она сражает Супермена криптонитом. Тот зовет на помощь, но Крипто ест мороженое, оплакивает разрушенную дружбу и ничего не слышит. Пока Лулу дерется с Суперменом, Крипто немного успокаивается. Особо его радует найденный на полу кусочек сыра. Разумеется, Крипто его съедает. В этот момент он слышит зов Супермена. Взлетает и вдруг падает. Оказывается, в кусочке сыра Лулу спрятала криптонит. Теперь Крипто – самый обычный пес. Он пытается спасти хозяина, но только попадает под машину. Придя в себя, Крипто ищет злодейку. Он замечает молнии, мчится туда, но находит только Туза и его компанию. Крипто объявляет, что животные обязаны спасти его хозяина. Но у зверей другие планы. Они теперь свободны и хотят найти мифическую прекрасную ферму. Крипто догадывается – никакой фермы нет. Туз просто выдумал красивую сказочку, чтобы подбодрить друзей. Крипто обещает – если звери помогут вернуть Супермена, то он отведет их на самую настоящую ферму. Туз соглашается. Тем временем Лулу собирает армию. Сначала другие морские свинки не горят желанием ей помогать. Но Лулу наделяет их суперсилами и вербует. Когда появляется Бэтмен, зверушки-суперзлодеи запросто с ним расправляются. Тем временем Крипто учится быть обычным псом. Туз рассказывает ему про суперсилу, которая есть у любой собаки. И это невероятный нюх. Сперва Крипто брезгует, но понимает, что если хочет найти Супермена, то придется учиться чему-то новому. Заодно Туз его утешает. Раз проблема в проглоченном криптоните, то это не дольше, чем на сутки. Одна кучка на газоне, и Крипто снова станет суперпсом. В новостях показывают, как морские свинки с суперспособностями расправляются с Лигой Справедливости. Крипто понимает, что теперь вся надежда только на его банду. Но звери не умеют спасать мир. Только свинка Пиби что-то знает о супергероях. Она даже в курсе, что Супермен может полететь к Солнцу, впитать его энергию и нанести злодею особый солнечный удар. Увы, такой удар будет губителен не только для злодея, но и для самого героя. Вдруг суперзверей замечает Лулу. Ее солдаты легко их побеждают. Крипто получает шанс поговорить со злодейкой. У них много общего. Они оба мечтают вернуться к хозяевам. А еще их хозяева им врут. Крипто объясняет Лулу, что она для Лютера просто подопытная. А Лулу говорит, что Крипто для Супермена никакой не друг. От друзей не скрывают, что купили обручальное кольцо и готовятся к помолвке. Тем временем Лига Справедливости томится в ловушке. Лулу спрятала их в самом сердце Лек Скорб. Это подарок для ее любимого хозяина. Крипто приходит в себя после драки с Лулу. Его сердце разбито. Но Туз решает с ним поговорить. Он рассказывает, что сам тоже когда-то был домашним. Ребенок его хозяев чуть не упал с лестницы. Чтобы спасти малышку, Тузу пришлось ухватить ее зубами за руку. Но хозяева решили, что Туз напал на ребенка. Так он и очутился в питомнике. Но Туз ни о чем не жалеет. Ведь если любишь кого-то по-настоящему, то сделаешь ради него что угодно. Даже если придется пожертвовать собой. Крипто понимает, что не только у него в жизни бывают неприятности. Он начинает интересоваться другими животными. Туз объясняет, что его друзья, конечно, странные и нелепые. Свинка себя стесняется. Белка вечно всего боится. А черепаха слепая и невнимательная. Но Туз все равно их любит. Ведь они его друзья. А Крипто не должен унывать. Даже если Супермен женится, он не бросит пса. Потому что друзей не бросают. Воспрянув духом, Крипто и суперпитомцы решают лететь к тюрьме Лекса Лютера. Но их Джет сбивают. Это сделал котенок, которого когда-то забрала с собой Лулу. Теперь он ее верный помощник. Котенок грозится взорвать всех зверей. Те впадают в панику. Но после разговора с Тузом, Крипто знает, как им помочь. Он подбадривает неуверенную свинку, успокаивает пугливую белку. А слепой черепахе вручает очки. Затем Крипто составляет план. И сам он в этом плане. Приманка. Первый залп принимает на себя неуязвимый Туз. Черепаха, свинка и белка ловят котенка в мусорный контейнер. Кстати, пока друзья Крипто учились управлять своими способностями, Крипто учился управлять своей. Теперь он, как настоящий пес, берет след Лулу. Та как раз добралась до Лютера. Когда прибывает команда Крипто, Лулу ловит их и тоже сажает в клетки. Наконец-то настал миг воссоединения с Лютером. Лулу счастлива. И тут Лекс просто запирает ее в тюремной камере. Ему плевать на какого-то грызуна. Он планирует уйти и приписать себе победу над Лигой Справедливости. Сердце Лулу разбито. Но финал ее злодейского плана еще впереди. Она сообщает Крипто, что через 30 минут вся Лига Справедливости перестанет существовать. Лулу освобождают другие морские свинки. А вот Крипто спасти некому. Чтобы выбраться из этой клетки, нужно иметь силу Супермена. И тут Криптонит естественным образом выходит из собачьего организма. Крипто возвращает себе силы и разрушает клетку. Но суперпитомцам с ним не по пути. Ради старого друга он не собирается рисковать новыми. Крипто полетит, сам спасет Супермена, а потом сдержит обещания и отведет зверей на ферму. Тем временем морские свинки грамят город. Прилетает Крипто и останавливает их. Оказывается, что главная башня Лекс Корп – это ракета. Лулу планирует ее запустить и подорвать вместе со всей Лигой Справедливости. Этот план пугает даже ее соратников. Тем временем Лулу сбивает репортерский вертолет, в котором летит Лоис Лейн. Перед Крипто встает ужасный выбор – спасти хозяина или его любимую женщину. И тут появляются суперпитомцы. Они не бросили друга в беде. Крипто спасет вертолет, а его друзья позаботятся о ракете. Лулу в ярости. Она ловит Крипто и заковывает его в стальной шар. Но она не все знает о его способностях. Вдруг Крипто видит в небе чудовищный взрыв. Он пугается. Но оказывается, что его друзья успели освободить из ракеты Лигу Справедливости. В порыве отчаяния Лулу внедряет крупинки оранжевого криптонита в свое тело. Она становится гигантским монстром. Супергерои вместе с суперживотными пытаются остановить Лулу. Но она слишком огромна. Лулу кричит, что ничто на этой планете не может ей помешать. И Крипто понимает. Вот он ответ. Раз ничто на планете не остановит Лулу, значит настало время для солнечного удара. Он летит к солнцу, вбирает его энергию и отправляется к земле. Скорее всего, этот геройский поступок станет для Крипто последним. Но он помнит слова Туза. Если любишь кого-то по-настоящему, то принесешь себя в жертву без раздумий. Вобрав энергию, Крипто врезается в монстра. Лулу повержена. Криптонит в ее теле разрушается. Она снова становится маленькой лысой морской свинкой. Крипто уже прощается с жизнью. Но его закрывает своим телом неуязвимый Туз. Друзья приходят в себя уже на земле. Супермен кидается к Лоис Лейн. Теперь Крипто не ревнует, а радуется за друга. Все суперпитомцы наконец-то обретают суперхозяев. Белку забирает зеленый фонарь. Черепашку – флэш. Свинью – чудо-женщина. Одиночка Туз и одиночка Бэтмен находят друг друга. И даже бывшие соратники Лулу обретают хозяев – аквамена и киборга. Крипто вдруг вспоминает, что обещал отвезти друзей на ферму. Но никакая ферма им уже не нужна. Проходит время. Зверушки-неудачники стали настоящей командой супергероев. Теперь они будут спасать город вместе со своими хозяевами. А какого из этих питомцев хотели бы себе вы? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч, друзья!